Сергей, добрый день! Смотрите, давным-давно в шрифте Charter было сделано несколько надстроек, которые необходимы для правильного отображения условной записи слов в санскритско-английском словаре Моня Вильямса. Я попросил дизайнера нарисовать четыре элемента, которые можно вставить таким образом, чтобы они были расположены под буквой. Вставляются они подгласными, краткими, долгими, но подгласными. Здесь под согласным неудачный пример. Итак, на сегодня у меня есть аж целые две разновидности, которые я могу вставить под. Но нету ничего, что могу вставить над. Как, собственно, показано здесь. Крышечка, левое и правое крыло которого одинаковой толщины. С утолщенной правой стороной, с утолщенной левой, и толстое слева и справа, что соответствует данному символу. Здесь и слева, и справа у нас идет утолщение. Вот, по аналогии, значит, вот такой символ, только сверху, когда и слева, вот эта капелька, это вот, соответствует толщине, толстоте, и вот справа капелька тоже соответствует толстоте. Или вот такой, значит, без ничего, он соответствует просто елочке без ничего. Итак, попробуем найти кого-нибудь из этих елочек, вставить для примера. Итак, вот они, вот они все четыре. Итак, первая, это соответствует... Слева, справа, нет утолщения. Вторая, слева, идет утолщение, соответствует третьему. Третий, справа, утолщение, соответствует второму здесь. И четвертый, это будет утолщение слева, справа. То есть, если у меня, получается, сейчас в шрифте есть такие кружки, которые вставляются под дуга, то мне нужно, мне нужно не дуга, а нужно прям такие... Сейчас найдем, есть вот такая крышечка вообще... Да, ну вот как вот здесь, вот крышечка без ничего, в смысле, вот голая крышечка, вот такая крышечка, и... А утолщенных крышечек в шрифтах не бывает, это надо сейчас придумать, в смысле, уже 120 лет так не бывает. Ну, то есть, это упрощенная крышечка. Нужна разновидность крышечки с утолщенным левым, с утолщенным правым и все утолщенное. Вот. И, 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 даже не знаю, что еще рассказать. Итак, попробую вставить одну из этих крышечек еще прямо сейчас. Например, с утолщенным правым. Итак, таким образом, если я вижу этот знак, я могу понять, например, что он образовался путем соединения гласных А плюс О, или что угодно. В общем, он несет в себе большой смысл. Но изначально в словаре, в печатном словаре, используясь только надточные знаки. Теперь, когда есть вероятность того, что к этому словарю будет издано новое дополнение, хорошо бы сделать ближе к оригиналу вот такими надстройками. То есть, здесь мы видим, когда правый край утолщен. Здесь видим правый край утолщен, а здесь просто голая, не утолщенная. И это нужно для того, чтобы задать метаданные. То есть, не просто сама буква, а некая история. То есть, они могут вставляться как над краткими гласными, так и над долгими. И нужны они только в маленьких буквах, чтобы не усложнять задачу. Ну, вот, например, до дней. Над А долгим, так же, как над А кратким, может стоять эта крышечка. Собственно, всё. Вот. Что касается... Что касается второй части моей просьбы. Итак, в том месте, где у нас сейчас есть полнотелые кружочки под гласными, я прошу сделать разновидность шрифта, где вместо R с точечкой будет стоять знак R с кружочком. Тот же знак, ничего не меняем. Просто дублируем, этот знак будет находиться не в том юникодном, придуманном нами месте, где сейчас он стоит. У него нет законного юникодного места. А он просто встанет вместо этого R с точечкой. Так же R с кружочком встанет вместо R с точечкой. Для Charter Indologica и для Charter Indologica Capital. Это нужно для обратного словаря Санскрита. В частности, в колонну титула будет выноситься именно концы слов, которые будут записаны в Charter Indologica Capital. Спасибо большое. Надеюсь, что это всё. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...